Итак, пока кузов уехал на обработку днища, я могу заняться мотором. Очень интересно, что мне привезли с машиной на сборку, не часто клиентские проекты разоряются на такую кучу новых оригинальных деталей. Да и тюнинга тут тоже немало. Так, начну открывать коробочки. Что у нас здесь есть? Есть кованые штаны какой-то фирмы SCAT. SCAT под Mitsubishi 4G63, HBIM Road для Eclipse, талонов, R2000 шпильки. Насколько я знаю, изначально сюда планировали поставить поршневую от EVO. На мой взгляд, это самый правильный выбор для городской машины в 300-400 лошадиных сил. Но владельцу проекта подвернулась ковка и теперь мы будем ставить именно ее. Что же это за поршня? Кованые поршни ИШКС. Размер 85,5. Вот они у нас все пронумерованы. Второй, третий, четвертый, первый. Нормальная ковочка. Ну а вот колено. Можно было и колено кованое поставить, но наверное это подойдет. Колено от EVO 7 или 9. Они абсолютно такие же, как и родное Eclipse. Самое главное это его состояние. И вроде как на взгляд оно почти новое. А вот что действительно новое, так это масляный насос. У меня давно сложилась определенная фобия по поводу установки масляного насоса в двигатель. И я за то, чтобы при каждом удобном случае менять этот насос на новый. Так. А это один из самых главных столов. Вот например шпильки головки блока цилиндров. Это супер нужная тюнячка. Новая помпа I-SIN. А вот оригинальная тюнячка. Четырехслойная прокладка ГБЦ от Mitsubishi для всех DSM. От 85 размера до 86. А вот это спорный момент. Комплект прокладок и сальников от JUSA. И эти вкладыши по мне так странные. А вот оригинальный новый датчик коленвала. Это круто. В общем в процессе сборки придется разобраться во всем этом тхламе. Вот и сам блок 4G63. Мне его привезли уже подготовленным для сборки. Его точнули под ковку с зазором 6 соток. Ковка размером 85,5. Нам мясо у родного чугуна 4G63 хватит и под 89 в поршне. Но все же начнем работать с блоком. И первое что я сделаю это заглушу каналы под вкладыши балансирных валов. Поворот вкладышей перекроет масляные каналы балансирных валов. Ну а о самих валах я тут расскажу чуть позже, когда речь пойдет о масляном насосе. И тогда мы вспомним о заглушке всех этих масляных каналов и установке обрезанных балансиров. Ну либо тех ништячков, которые ставятся вместо обрезанных балансиров. Ну либо тех ништячков, которые ставятся вкладыши балансирных валов. Ну что, приступим к сборке шортблока. Сначала поставлю поршня, а затем вкладыши и колено. И конечно масляные форсунки. Хотя раньше мы их частенько удаляли из моторов с кованой поршневой. Но тут оставим. Надо ставить колено. Сейчас его протрем и можно будет ставить. Но сначала вкладыши. Не знаю, что за производитель вкладышей. Судя по облаковке, не супер богатый. Будем надеяться, что они достойного качества. Итак, первая засада. Привезенные вкладыши оказались от другого поколения мотора. Вот в чем разница. Эти вкладыши А4G63 от старого первого поколения. Они шире, чем новые. Хотя я знаю умельцев, которые могут поставить и эти. Они обрезают одну стенку у центрального вкладыша. И получается такой гибрид. Укороченный центральный вкладыш и полукольцо. Но что-то не хочется этим заниматься. Поэтому попрошу владельца заказать все-таки правильные вкладыши от нужного поколения мотора. Ну а сам пойду заниматься сборкой поршневой группы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну так что? Ковка собрана. Пальцы штунами вставлены. Стопорные кольца установлены. Можно, конечно, долго рассуждать, нужно ли ставить ковку. Но планы у эклипсоводов всегда грандиозные. Сначала все начинается с 300 лжедяных сил. Потом с легкостью добивается 400. Ну потом засматривается на 500 с плюсом. И тут уже без ковки никуда. Поэтому давайте поставим сразу ковку. И не будем парить мозг. И, как говорится, масла мало не бывает. Надо выставить колечки. Так, это метка на ГРМ. ГРМ у нас здесь. Поршень будет стоять вот так. Начну-ка я установку. Поршень будет стоять. Поршневая установлена. Низ блока будем собирать в следующей части. А пока задавайте вопросы. И подписывайтесь на мой канал. Всем пока. Ну что, я в центр моторе. Забрал колено. Ну а потом все новые блоки начали собираться на полукольцах. Надо будет разбираться еще и с головкой блока цилиндров. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok